Друзья мои, всем привет! Мы интернет-магазин zoocool.ua, который занимается продажей аквариумного оборудования. Мы изготавливаем свои аквариумы, крышки. У нас есть все для ведения аквариумного хобби, также зоотовары. Но все-таки мы в душе аквариумисты, которые безумно тащатся от рыбок. Все-таки онлайн-торговля подразумевает под собой продавать только продукцию, но не живность. Мы долго сопротивлялись, сопротивлялись, так как у нас получается незаконченный цикл. Мы продаем клиенту аквариум, мы продаем ему все оборудование, растения, даже живые растения, если надо. Но у нас нет рыбы. И клиент уходит недовольный, потому что он хочет все под ключ. В дальнейшем мы будем рубрики еще заводить, когда мы будем показывать, как мы оформляем аквариум, какие рыбок мы подселяем друг к дружке. Но это будет потом. На сегодняшний момент я выделил небольшой бюджет, пару тысяч долларов, и решил стартануть, поставил аквариумные стойки. Хотел сделать акцент на изготовлении аквариумной стойки. Как можно сделать? Сравнительно недорого и качественно, чтобы все это происходило. Вариантов изготовления аквариумных стойок миллион. Ну, я бы пошел по пути на меньшего сопротивления. Как с минимальными потерями, с минимальным бюджетом, можно все это сделать. То есть сварили каркас. Каркас для того, чтобы легко было носить, мы сделали с двух частей. То есть он разборной. Потом аквариумы я положил на пенополистирол, чтобы ни в коем случае не лопнуло дно. Это безопасно, это надежно. Дальше. Переходим к аквариуму. Аквариумы я заказал метр длина, 50 глубина и 40 высота. Для снижения себестоимости, при таких размерах, я его сделал 6 миллиметров стекло. То есть он у нас более глубокий, но не высокий. Чтобы увеличить его жесткость, я разделил аквариум еще на 4 секции. То есть треть стекла, перегородки. Перегородки вклеены вовнутрь, на лицевую и на заднюю часть. Таким образом, они служат как ребра жесткости дополнительной. Потому стекло 6 миллиметров вполне меня устраивает. Дальше. Чтобы не делать в каждый аквариум свой насос, все-таки это потребление электроэнергии. Это затратно по бюджету, по-моему, я что сделал? Я эти перегородки, их не сверлил, ничего. Их просто не доклеиваю до дна по сантиметру. Таким образом, в дальнем аквариуме устанавливаю насос мощностью 1500 литров в час. К нему подключаю мочалку. С выходящего отверстия одеваю шланг, гофру. И она у меня через заднюю стенку переходит и выливается в дальний аквариум. Для того, чтобы моя гофра, шланг не болталась, я на задней стенке, там, где вклеены мои перемычки стекла, я срезал их под углом и где-то там на 4 на 4 срез сделал. Таким образом, я проложил весь трубопровод сзади. Циркуляция у меня происходит вот таким образом. То есть, сос-выброс, сос-выброс. Дальше. Я установил компрессор, который нагнетает воздух. Лично, из своих соображений, я подачу воздуха сделал не через распылитель, а завел в насосе. Есть патрубок, в который должна подаваться, может всасываться воздух. То есть, я трубочку от компрессора завел туда. И таким образом у меня выходит очищенная вода и с большим количеством кислорода. Таким образом, хорошая циркуляция, насыщение кислорода вполне хватает. Вы видите, что рыбы в аквариуме немало. Все хватает по воздуху, все идеально по фильтрации. С какой-то проблемой я столкнулся сегодня. Запускал рыбу в аквариум, у меня расстояние сантиметр. Я забыл наклеить сетки снизу, чтобы рыба не переплывала. И таким образом запускаю рыбу. И моя рыба начала через нижние отверстия, естественно, проплывать и путаться. Я делал перегородки для того, чтобы можно было максимально рыбу рассортировать. То есть, барбусы с барбусами, данью цветные, глуфиш с данью и так далее. По сортам, чтобы проще было вылавливать. Так как уже аквариум был заполнен водой, сетку было некогда клеить, я просто засыпал крупной галькой. С учетом того, что повышение жесткости к моей рыбе отношения не имеет, потому меня это тоже все устраивает. Сверху я положил два покрымных стекла, отдельно сюда, отдельно сюда. Для чего? Удобно достал, боковушку передвинул, все, выловил рыбу и пошел дальше. По поводу освещения. С освещением я сильно не заморачивался. Поставил LED-светильник Т460Е фирмы Ксилонг. Почему именно этот светильник? Во-первых, мне не нужен яркий свет. Этого вполне хватает. Раз. Второе. Конкретно в этом светильнике есть возможность регулировать спектр освещения. Так как есть рыба Glowfish. Есть такие, есть всякие. Я могу с помощью сенсорной кнопки переключать и таким макаром под разную рыбу свое освещение. То есть какой-то рыбе надо больше голубой оттенок, какой-то надо больше розовый оттенок. То есть я могу с помощью данного светильника регулировать спектр и тем самым подсвечивать ту или иную рыбу. Итого. В этой стойке у меня три аквариума. Я, конечно, хотел еще на четвертый четвертый ярус сделать, но показалось, что это очень высоко и оставили только три. Такая система функционирует очень легко, запускается легко. Кстати, по поводу обогревателя. Обогреватель я тоже использую только один. Он стоит у меня возле насоса. Так как насос постоянно у меня гоняет, циркулирует воду, то одного обогревателя мощностью 200 Вт мне для этого аквариума вполне хватает. сбоку я здесь подклеивал градусники. Сейчас у меня аквариума 26 градусов. Все прекрасно. Спасибо за внимание. В этом видео я хотел вам что показать, что мы начинаем развиваем наш YouTube канал, мы развиваем наш магазин ZOO Cool. Мы хотим сделать для клиента полный цикл, то есть, чтобы аквариум получался под ключ. Мы будем продавать и просто рыбу, мы будем скоро введем на сайте комплекты аквариумов вместе с рыбками с оформлением. Наш человек будет приезжать заливать воду под ключ запускать аквариум. Это тоже будет как отдельная группа товара. Это все в дальнейшем. Но все, что о чем это видео, о том, что мы развиваемся, стараемся для вас. Видео в дальнейшем будем снимать конкретно по каждому виду рыбы, что с чем, как совмещается, как подсаживается и так далее. Но это дальше. Товары по аквариумистике вы можете найти на нашем сайте zoocool.ua Спасибо за внимание. До скорой встречи.